Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. «Чтобы я так жил!» Это говорил один известный персонаж. И тем не менее, эту фразу мы вывели сегодня в тему нашей программы. «Говорить мы будем о бизнесе, связанном с товарами и услугами для животных». Ну, наверное, в этой фразе можно услышать какую-то зависть, может быть, глядя на этого самого брата своего меньшего, я вдруг начинаю завидовать какими-то его обстоятельствами. Ну, посмотрим, так ли это на самом деле. Итак, я представляю сегодня в гостях Михаил Мелехов, соучредитель и заместитель генерального директора компании «Флюк». Добрый вечер, Миша. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, у вас традиционно есть возможность присоединиться к нашей беседе. Для этого существует «А», телефон в студии 6510996, код Москвы495. Еще раз, 6510996, код Москвы495. И также вы можете использовать другой ресурс, интернет-ресурс. Это сайт компании «Финам.фм». Звоните, пишите, задавайте вопросы, делитесь собственными наблюдениями. Я думаю, что как минимум те, у которых домашние любимцы есть. А еще более те, которые подумывают завести такового себе любимца за неимением других любимцев. Наш разговор будет полезным, потому что завести любимца – это дело одно. А вот создать ему условия – это, конечно. И не все, кстати, об этом думают, да, Миш? Совершенно правильно. Ну, давай так, ты расскажи сначала, что тебя-то занесло в эти тернии? Да, все на самом деле банально и просто. Когда-то давным-давно, после Нового года, мой товарищ и в будущем уже партнер по бизнесу, да, жене приобрел маленького тойтерьера. О! Да. Это что такое сложное, да? Модное и сложное? Модное и сложное, да. Как выяснилось, он жутко мерзлявый, за ним нужен колоссальный просто уход. А мы вынуждены были покупать и покупать ему всевозможные одежки гламурные, лежанки, сумки и тому подобное. Ну, и поняли, что зачем тратить деньги, когда мы можем делать это сами. Вот, собственно, так вот зародилась идея создания нашей компании. То есть я правильно понимаю, тратить деньги, то есть покупать у кого-то, а вы делаете это сами? То есть производите эти товары? Да, у нас своё собственное производство. Ну, это здорово. А что конкретно, чем вы занимаетесь конкретно? У нас фактически весь спектр животных охвачен, кроме кормов, пожалуй, и туалетов. Это сумки-переноски и летние, и зимние, и осенние. Ну, ты начал, да, с рассказа о том, что приятель супруги предложил, и потом, ну, я так понимаю, супруга в теме, да? Понадобились разные гламурные штучки, мне больше всего понравилось. Вы занимаетесь производством гламурных штучек? Их в том числе, да. Их в том числе, да. Интересно было посмотреть на этого той терьера, да, после того, как вы его одели и обули. Вы знаете, как ни странно, как в анекдоте, сапожник без сапог. Серьёзно? Да, к сожалению, он носит от то, что приходится. То, что остаётся после других терьеров, да? Ну, это нормально. Хорошо. Тогда давай мы начнём рассуждать на темы более общие. Мы говорим о бизнесе, ведь это бизнес, да, это... Ну, у тебя так сложилось, что вы пришли, так сказать, вот, как ты говоришь, банально, да, по необходимости этим занялись. А, в принципе, можно сказать, что есть некая, да, отрасль в России или там, я не знаю, некий рынок, который имеет определённые обороты, определённую структуру. Есть такой рынок вообще? Да, конечно, есть, но он, в принципе, не так сильно охвачен, как в Европе. Ага. Да. Давай, если ты владеешь некой информацией, как это в Европе? Ну, вы знаете, в Европе, на самом деле, очень щепетильно и трепетно относятся к своим животным, да, там, начиная даже с тех же питомников, как там относятся... Вот извини, да, ты мне подбросил тему, ты мне подбросил. Сейчас мы, конечно, по этому поводу поговорим. Смотри, мотивация, да, или как мне подсказала моя очаровательная коллега, истоки, истоки этого бизнеса в целом, да, то есть мотивация, по какой причине я начинаю вот так более трепетно, да, заботиться о животном? Ну, понятно, что если я завел кошечку, как минимум, да, она у меня живет дома, я ее, там, кормлю, я слежу, чтобы она все делала правильно, ну, и чувствовала себя при этом неплохо, да, не дай бог, если она заболеет, я ее к ветврачу отведу. А вот то, о чем говоришь ты, это уже вещи более детальные, я бы сказал, да. Так вот, мотивация какова? Вот ты начал рассказывать, да, в Европе заботиться, да, ну, условно говоря, там, о здоровье, о благополучии своего домашнего питомца. А здесь вот мне показалось даже начало нашего разговора, да, заботиться о себе прежде всего. То есть вот, ну, я сейчас не говорю о супруге твоего приятеля, да, чтобы не обидеть никого. Но, тем не менее, да, берем какую-нибудь представительницу прекрасного пола, которая поняла, что последней модной тенденцией стала носить подмышку какого-нибудь бедного несчастного животного. Вот она от этого круче, она от этого гламурнее. И, соответственно, она делает все то, чтобы выглядеть самой прежде всего достойно. А о нем наверняка думает последний, хотя я не настаиваю, наверное, на том, что это так. Так вот смотри, да, на лицо у нас две, как раньше говорили, да, два мира, два детства, да, два мира, два отношения к животным. Там на первом месте, да, его благополучие, экология и все, что с этим связано. А здесь вот удовлетворение собственных потребностей. Как ты с этой точки работаешь? Вообще, изначально, мне самому казалось, вот когда мы приобрели, да, этого, той терьера, мне самому так казалось, что это нужно в первую очередь, да, там, сугубо для нас. Чтобы мы могли похвастаться этой собачкой, как она красиво одета. Выложить на Фейсбуке, да, или где ВКонтакте. Да, 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 да. Обязательно. А когда мы начали углубляться в этот бизнес, когда мы начали общаться с теми же ветврачами, мы начали понимать, что это, действительно, это необходимо этим животным, хотя их животным язык не поворачивает. Ну, наверное, да, это уже член семьи, конечно, да. Они тоже болеют, они также замерзают, они также простывают, и это все нужно учитывать. Ну, то есть, смотри, вот мы о чем-то начали говорить, что в Европе, да, основной мотив, это все-таки забота о животных, да, а у нас, ты говоришь, ужас, что делается. Что значит ужас? То есть, мы не можем, не увидим, да, бездомного животного на улице, а в Москве, вот, ради бога. В Москве их пруду, на самом деле, да. Есть, конечно, организации, которые стараются всеми силами помочь им, но их катастрофически мало. Хорошо, давай вернемся, собственно, к рынку, рынка товаров и услуг для животных. Что сюда входит? Ну, помимо тех вещей, которыми вы занимаетесь, в принципе, да, вот о чем можно говорить, что я своему питомцу могу предложить? Причем питомец у меня, давай, какой-нибудь удав. Ну, ладно, ладно, не будем. Не будем брать, да, экзотику, а обычная кошечка или собачка. Если мы говорим про собаку, то в зависимости от размеров, да, если это маленькая собака, да, то ее в любом случае нужно одеть, в любом случае нужно одеть и обуть, как ни странно. Серьезно? Да, потому что, тем более, в нашей чудесной Москве все посыпается солью и, соответственно, лапы чудовищно разъедаются. Вот, поэтому обувь им тоже не нужна, как ни странно. Ну, я представляю той терьера, конечно, в обуви, а собаку иной породы, как-то, я честно, овчарка какая-нибудь или... Ну, знаете, на самом деле, для безопасности этой же овчарки ей тоже хорошо бы, да, чтобы она ходила... Хорошо бы обуться. Хорошо бы обуться, да. Обладателям автомобилей, да, также для их собственной безопасности нужны сумки-переноски непосредственно, в которых животные перевозятся. Да, то есть она на зимний период должна быть как-то утеплена, потому что там из пункта А в пункт Б пока дойдешь... Ну, опять речь идет все-таки относительно небольших животных, наверное, да, если говорить опять о больших собаках. Если говорить опять о больших собаках, есть специальные накидки на заднее сидение, куда она запрыгивает, и она туда не упадет вниз, не прыгнет к вам на переднее место и не будет вам мешать вести автомобиль. Ну да, это важно, это важно, это важно. Так, то есть некий гардероб, да, гардероб и средства перемещения, еще что? Ну, существование непосредственно в вашем доме. Так, вот как, вот это очень интересно, мне всегда. Я о себе опять, да, я живу, ну, в большом, 24 этажа, там народу много, естественно, никто никого не знает, но порой я встречаю, да, 4 лифта, там, грузовой, здоровый лифт, я порой встречаю, захожу с утра, там, вечером, стоит девушка, там, молодой человек, и рядом с ним две, вот, ну, я сейчас не видно, к сожалению, мои слушатели, я широко развожу руки, как будто бы приехал с рыбалки сейчас. Два вот таких слона, не побоюсь этого слова. Вот, я, что же, опасаюсь так как-то, да, я с ними аккуратненько доехал, проводил их, потом к консьержке подхожу и говорю, Мария Андреевна, вот эти ребята, они где живут-то вы знаете? Ну, конечно, я всех знаю, на каком этаже там, оказывается, они живут в однокомнатной квартире, и вот в однокомнатной квартире, ну, средняя там какая-то однушка, там, метров 30, 5, 40, может быть, в однокомнатной квартире, помимо того, что они с семьей живут, знаешь, мальчик, девочка и ребеночек у них, и два слона вот этих, как это возможно вообще? Ну, вот это на самом деле наш, наверное, менталитет, когда мы, живя в квартирах, заводим большие породы собак, да, и не думаем, что им нужен простор. О ком мы думаем прежде всего? О себе, я крут, у меня слоны дома живут. Они думают, что это игрушка, а на самом деле им не хватает пространства развернуться, им нужно бегать, это существа свободные, они должны находиться на улице с друзьями бегать. Ну, это очевидно, это очевидно, хорошо, они там вывели ее два раза, да, она там сделала свои дела, и особенно, я так понимаю, развлекаться-то ей некогда, и по домам, и по домам, и все, и она опять сидит в запертии. Ну, вот у меня есть прекрасный знакомый обладатель Лайки, под названием Самоед, вот он уезжал с супругой в отпуск и доверил свою собаку-соседу, попросил ее просто выгуливать по вечерам и по утрам. Вернувшись домой, он обнаружил, что ему срочно нужно делать капитальный ремонт в доме. Собака уничтожила всю квартиру. А, хозяину или кому? Хозяину, естественно, хозяину. Нет, я мог услышать, предположить все, что угодно, да, о самом плохом. Ладно, мы сейчас слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ бизнес-класс, меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем тему, связанную с товарами и услугами для животных. В гостях Михаил Мелехов, соучредитель и заместитель генерального директора компании «Флюк». Ну что ж, мы обсуждали с Мишей ситуацию, которая в какой-то степени рисует структуру рынка нынешнего, вот в сфере как раз товаров и услуг для животных. Значит, было понятно, да, что прежде всего мы говорим о том, как себя чувствуют животные, да, и пытаемся таким образом каким-то, значит, создать ему более комфортные условия. Ну и вот остановились как раз с тобой обсуждая тему его непосредственного присутствия в жилом помещении. Вот как с этим бороться? Или бороться с этим не надо? Или кто вообще, в чем проблема? Проблема в мозгах у хозяев, видимо, да? Совершенно верно. Только в голове. То есть человек должен понимать, чем больше животное, тем ему нужно больше пространства. Соответственно, он не может жить в квартире в маленьком помещении. Тем более в однокомнатной квартире, да, там, с маленькими детьми. Что просто чудовищно, на мой взгляд. Причем мы знаем, да, слава... Не дай бог, конечно, да, некоторое время назад очень часто сюжеты такие по телевидению показывали, когда вот вроде бы, да, собака друг человека. Ну понятно, что она вот вся такая, не кусает и не лает, да. А потом, ну это же собака, что-то у нее переклинило, и все, и пожалуйста. Это во многом уже зависит, на самом деле, от хозяина. То есть здесь проблема все-таки в человеке главная? Да, естественно. Животное здесь ни при чем. То есть, другими словами, смотри, я, собираясь заводить какого-то животного, должен адекватно, прежде всего, оценить свои жилищные условия. Да, конечно. Да, то есть, естественно, если у меня помещение жилое небольшое, то, наверное, моя мечта какого-нибудь там дог... Как он называется? Доги, да, доги огромные. Она, наверное, нереализуема. Вот, если я поставил себе загородный дом, то, пожалуйста, заводи кого угодно. Хорошо, хорошо. Дай бог, чтобы с этой точки зрения тоже мы были более адекватны, более реально смотрели на вещи. И еще о чем надо подумать для того, чтобы наполнить счастьем жизнь своего питомца? Сможете ли вы его обеспечить всем необходимым для его существования? Так, давай. Всего необходимого для существования? Двоеточие. Что это? Это в первую очередь. Это его корм. Питание. Это питание, это выгул, это воспитание. Воспитать самостоятельно собаку очень тяжело. Соответственно, нужно отводить ее в кинологические центры. То есть потянете ли вы эти все непосредственные... Расходы, да? Все это стоит денег, что там грех оттаить. Кстати, вот, чтобы я так жил, да, я еще раз помню, вот этот афоризм мы вспомнили именно по... Потому что очень часто, ну или как в разговорах там между собой, мы так с улыбкой замечаем, что питомец, да, питается лучше, чем его хозяин. Причем это... По большому счету, да. По большому счету, да. Причем это необходимая вещь. Потому что хозяин, ну, слава богу, он здоровый человек, он может справиться с чем угодно, да. Бедное животное, ей нужно кушать именно то, что нужно ей кушать, и ничего другого. Иначе она просто... Естественно. И еще такой момент, что не будем забывать, что нужны посещения ветеринара, нужны привитки. Тоже регулярные. Регулярные, соответственно, да. Для него нужно заводить отдельный паспорт. Его нужно либо клеймо ему поставить, либо чип ввести подшкорный на случай, если он потеряется. К сожалению, у нас в стране это не так распространено, опять же, как в Европе. То есть именно чипование вот это? Да, там у них чипование идут, там фактически у каждого хозяина животного есть свой определенный пульт. Он просто по пульту считывает, чья это собака, где она живет и кому принадлежит. У нас, к сожалению, это... Ну, то есть опять можно сказать о том, что, ну, если опять сравнивать каким-то образом отношения наши, да, наших соотечественных, то есть как-то по-детски все это выглядит, да. Там вот по-взрослому, там все это всерьез, а здесь как-то по-детски. Ну, вот там что, котеночка нашла, собачку нашел, притащил домой, он меня живет. А что это за собачка? Ну, не знаю, вот такая маленькая, хорошенькая. Потом она через полгода выросла вот в такого вот крокодила. И, понимаешь, ее выкинули, к сожалению. Да, ее... Во-во-во-во, все, никакой ответственности. Это, к сожалению, да, мы сейчас с тобой вот на эту морально-нравственную тему сошли, но я так готов, готов параллель некую провести, что очень часто ответственности нет по отношению к людям, так друг к другу нет. А что же говорить о братьях наших меньших? Увы. Увы, ях, ну, тем не менее, давай вернемся. Итак, мы все-таки обсуждаем с тобой рынок товаров и слух для животных, и я пытаюсь эту картину маслом для себя нарисовать. Итак, мы говорим о том, что, да, этот рынок включает в себя разнообразные средства, ну, как это назвать, одежды, да, гардероба. Гардероб. Гардер, хорошо, пусть будет так. Также следствие для перемещения в пространстве, да, вашего питомца. Если он маленький, то это можно и в руках делать, если большой, то какие-то сопутствующие. Не рекомендую даже маленьких животных переносить в руках и тем более ездить с ними в автомобиль. Ну, в руках, извини, да, это я, видимо, оговорился. В руках имеется в виду вот некое переносное такое, да, какая-то штука, домик, корзиночка и так далее. Дальше, очень важно, я так понимаю, да, к семье этого рынка, это как раз продукты, да, для животных, питания и так далее и тому подобное. Вот он в данном случае насколько насыщен, если говорить о российском рынке? Вполне достаточно. Вполне достаточно, да? То есть, в принципе, можно сказать, что это самый распространенный, если вот о товарах говорить для животных, да? Да, да. Мне кажется, очень правильно. Кстати, вот смотри, если все же мы говорим о рынке этом и сегментируем его, да, то наиболее свободная ниша, она вот в каком сегменте? Ну, вот как раз аксессуары. Аксессуары все же, да? И опять о чем речь? Это не очень востребовано для потребителей. Мы сейчас об этом поговорим, да, что интересует среднего некого потребителя в России. Это не очень востребовано или это может быть сложно, нужны какие-то дизайнерские решения, нужны сложные производства и так далее и тому подобное. Мне кажется, это больше от понимания зависит от человека, да, что он не понимает, когда он там берет маленькую собаку, да, и он не понимает, что ее нужно одеть и для чего ему это надо сделать. Ну, если честно, я вот как-то тоже не так часто слышу эту фразу в отношении домашнего животного, что ее нужно одеть, накормить, понятно, да, выгулить, понятно, там, привить, понятно, да. Ну, вот сейчас о воспитании тоже поговорим, потому что огромное количество питомцев просто не воспитаны. Они не здороваются, когда заходишь в лифт. Хорошо, что не здороваются, на самом деле. Ну, действительно, то есть, действительно, речь идет о том, да, что вот этот, ну, условно говоря, гардероб не так популярен в России, потому что, ну, вот... Не понимают, зачем. Не понимают, зачем. Ну, люди во многом не понимают, да, что собака зимой замерзает, да, а летом, наоборот, перегревается, поскольку там шерсти у нее совсем мало, и она сама не защищена. Это, в первую очередь, защиты ее от окружающей среды, а не гламурная вещь. Ну, да. Во многом они, конечно, этого не понимают. Хорошо. Дальше давай, вот поговорим с тобой о воспитании, да, все-таки это тоже услуга некого, да, некая услуга на этом рынке. Это все кинологи должны делать. То есть, как это выглядит вообще? Вот я завел себе животное, я хочу, чтобы оно выросло приличным гражданином общества, воспитанным человеком. Человеком, да. К кому мне обратиться? В кинологические службы. В обязательном порядке. Ну, смотри, кинологические, на каком я понимаю, это все связано с собаками. Да. А если я хочу воспитать, ну ладно, не буду, я про удава опять говорю. А удав это замечательное существо. То есть, его воспитывать не надо, у него гены. Нет, вы знаете, его нужно воспитывать, но у него будет только один хозяин, и то, как вы себя покажете перед ним. То есть, если вы ему покажете, что вы сильнее, он будет относиться к вам. Интересно, а как я смогу это сделать? Я должен побороть? У меня был просто удав, на самом деле. Расскажи, 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 как это. Ну вот, я его чудовищно боялся. Ну, надо думать. Ну, это, в принципе, я почитал, конечно, про них, что констрикторы, они безопасные для людей, не кидаются, что они проглотить не могут. Но я как представлял, как он сильно меня может обнять, и был небольшой мандраж. Даже целовать не нужно при этом. Да, ну и так вот случилось, что он мне плечо обнял, благо только своим хвостом. А он именно вот, да, что называется, удав. Два-десять метра. Ничего себе. Обнял мое плечо, после чего он был разжат просто-напросто. Тобою? Да, да, да. Я его руками смог разжать, откинул его на несколько метров, ну и вот после этого он понял, что в доме есть человек посильнее. Слава богу. Миш, а вот у меня вопрос такой, ну, ожидаемый, я думаю, а зачем тебе удав? Вы знаете, когда вы хотите тишины в доме, но тем не менее хотите некого присутствия, да, чтобы вам скучно не было, я бы рекомендовал завести удава. Он не кукарекает по утрам, он не гавкает, не гавкает. Рекомендации от Михаила Мирихова. Но собака, конечно, это все же собака. Кстати, вот рынок, если опять мы говорим, да, о том, о чем говорим, рынок экзотических животных, он в России существует? Существует, но не в надлежащем виде. То есть тоже опять мы говорим о том, что это не так распространено, не так востребовано, да. Почему? Ментальность, или мы такие темные, или что? Или у нас просто в силу, там, я не знаю, погодных условий, да, тот же самый удав, ему сложно будет здесь. Ну, для содержания удава нужны некие затраты, да. Не просто вот так в доме выпустил. А что в ряду вот этих экзотических животных еще можно упомянуть? Возможные паучки, которых я ужасно не люблю. Мало того, я боюсь их с детства. У меня фобия. Так, паучки. По экзотике. Ну, а обезьянки какие-нибудь? Обезьянки, ну, не знаю, ну, мне кажется, обезьяну дома содержать, ну, это... Особенно в наших условиях, когда мы живем в квартирах, заводить обезьяну. Хотел пошутить сейчас, но не буду, потому что нас и девушки слушают наверняка. Я понял. То есть это, в принципе, да, тоже экзотическая такая история, но не очень популярная в России. Ну, может, оно... В конечном итоге мы говорим о том, что подавляющее большинство наших сограждан держат дома у себя собачек и кошечек. Собачек, кошек, попугаек, рыбок. О, рыбки, кстати, рыбки. Ну, тоже отдельная история, да? Ну, рыбку, слава богу, одевать не надо. Ее нужно кормить. Ее нужно кормить. Нужны специальные фильтра в аквариум. Его нужно постоянно промывать. Вот эта тема, связанная с аквариумом, она трудоемкая вообще? Очень. Очень трудоемкая, да? Рынок представлен здесь, да? То есть есть у нас возможность. У нас есть свои производители аквариумов, кормов, фильтров. Ну, то есть весь спектр уже, в принципе, занят. Ты, кстати, не собираетесь вы расширять свои, так сказать, бизнесы? Мы расширяемся с каждым годом все больше, больше и больше. Ну, то есть? Ну, то есть изначально это... Вместо двух пар галошек вы теперь четыре пара, да? Нет, изначально мы делали только одежду, обувь и шапочки, да? Сейчас мы туда же прибавили лежанки всевозможные. Это и эконом-класс, и премиум-класс. К ним же добавились сумки-переноски, тоже всевозможные. И на меху, и без меха летнего варианта. Не, ну здесь, конечно, если еще с точки зрения гламура посмотреть, тут вариантов вообще огромные количество. Есть именно вот как раз. Со стразами, да? Есть и такие, да. То есть мы расширились и очень расширились. Это здорово. Это здорово. Но опять, да, вот цитирую тебя, вспоминаю твою фразу о том, что рынок все-таки в России, он еще так достаточно хиловатый, да? Он не представлен, хиленький, да? То есть есть возможность куда двигаться-то, есть возможность развиваться, да? Есть возможность, да. Но есть и такие компании, которые просто сами себе ставят под ножки, и тем самым рынок этот убивает. Например? Ну, не конкретно компании, а как это выглядит? Я понял. Ну, возьмем, к примеру, частное лицо, которое дома само шьет, да, и отдает вещи на реализацию. Миш, это интересно. Ну, давай мы сейчас новости еще раз послушаем, а потом ты расскажешь. Итак, друзья, продолжаем наш сегодняшний разговор. Напомню я, мы сегодня обсуждаем бизнес, связанный с товарами и услугами для братьев наших меньших, для собачек и кошечек, как выясняется сейчас в беседе. Потому что все остальное не случайно называется экзотикой, потому что не так популярно в нашем родном отечестве. Ну, что ж, я еще раз представлю. В гостях сегодня Михаил Мелехов, соучредитель и заместитель генерального директора компании «Флюк». Миш, ну, мы ушли на новости, ты начал рассказывать интересную историю, как, собственно, непосредственно, да, человек, который занимается бизнесом, сам себе палки колеса вставляет. Вот это странно. Все просто. Это отсутствие ресурсов компании, да. Он не может делать много продукции, да, и отдавать их масштабно не под реализацию, да, а хотя бы по отсрочке. Они начинают отдавать под реализацию, соответственно, сетевые магазины, и не только сетевые магазины, балуются, так сказать, да, и начинают требовать реализацию. Да, то есть они уже не соглашаются, да, там, на какие-то отсрочки и тем более предоплаты, да, а только под реализацию и все. То есть это идет просто взрывание финансов в никуда. Ну, то есть здесь, я так понимаю, основным таким демоном выступает именно сеть, да? То есть она вот, да. Сети диктуют условия. Сети диктуют условия. Ну, если говорить о рознице, в принципе, мы наблюдаем в любом, да, что называют, в любой отрасли. Сейчас большие сетевики, естественно, на коне, и они имеют возможность диктовать условия. Ну, я с тобой соглашусь, что это не очень логично, потому что наверняка очень часто вот тот, да, тот человек, да, тот производитель, о котором ты рассказываешь, он производит нечто оригинальное, да, такое, да, чего больше нет, собственно. Естественно, на рынке, а подобное отношение к нему, естественно, такой возможности его лишает. Я понял тебя, я понял. Хорошо. Значит, мы сейчас с вами, значит, продолжим наш разговор и поговорим о неких тенденциях на рынке. Ну, опять, если говорить о том сегменте, который ты окучиваешь, извини уже, да, за сленг, вот, и, в принципе, да, что наиболее популярно в этом, в этом, с этой точки зрения. И у меня еще есть такой вопрос, он, он, я тебе скажу так, ну, я сомневаюсь, стоит ли в эфире озвучивать, хотя, с другой стороны, жизнь есть жизнь, да, и не все мы, все мы не вечны. И, это самое, говоря о неких услугах, все-таки наверняка можно упомянуть эти, ну, давай о них позже. Итак, о тенденциях, Миша. Ну, сейчас на второй план уже почему-то уходит одежда, да, и все больше и больше начинают приобретаться только сумки исключительно. Сумки и лежанки. Как-то вот в таком ритме сейчас живет Москва. Так, ну, а если говорить о других вещах, вот, о тех же кормах, о том же воспитании, я не знаю, о каких-то еще, может быть, услугах, о проживании, да, там, я не знаю, о салонах красоты, я знаю, такие вещи. Груминг-салоны. Да, да, да. Ну, а сколько это популярно в России? Груминг-салон довольно-таки популярный. Как он называется? Груминг-салон. Груминг-салон, да. Люди начали понимать, что за животом надо ухаживать, оказывается. Ну, причем ухаживать, опять мы говорим, да, есть возможность кустарно за ним ухаживать, погладить его, ну, в крайнем случае, расчесать раз в неделю, да, там, помыть его с шампунем, не дай бог, чтобы какие-нибудь животные не завелись в животном же. А есть, да, другой подход? Есть, да, есть такой подход, что и сразу на спинке его кладывают. Хорошо. Значит, сейчас мы, давай с тобой, подключим еще одного твоего коллегу, значит, по телефону у нас Максим Киева, основатель отеля для кошек Cats Dream. Вот я нажал и слушаю. Максим, Максим, добрый вечер, вы слышите нас? Добрый вечер, слышал. Добрый вечер. Значит, Максим, смотрите, ну, в двух словах я расскажу. На финале ФМ программы «Бизнес-класс» мы сегодня говорим о бизнесе, связанном с товарами и услугами для домашних животных. В гостях у меня Михаил Мелехов, ну, в какой-то степени ваш коллега, он занимается продажей, производством и продажей аксессуаров, да, для домашних животных. Ну, а вы, вот, как я уже объявил, содержите некий отель для кошек. Это звучит замечательно. Я сегодня, ну, я всегда мечтал посмотреть, чуть не сказал побывать в этом отеле, пожить в этом отеле, да. Приезжайте. Да, 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 спасибо, спасибо за поговорить. Я, тем не менее, в интернете сегодня нашел, ну, как бы, один из вариантов, как он выглядит. Я боюсь, что у меня, вы не сможете подорвать мне номер, так сказать, по размерам. Вот, расскажите, пожалуйста, вообще, как эта идея пришла вам, насколько эта история востребована. Мы все время вот сегодня с Мишей говорим о том, что многие вещи, которые востребованы за рубежом, за пределами Российской Федерации, здесь как-то не найдут своего спроса еще почему-то. Расскажите, пожалуйста. Я думаю, что все вещи, которые распространены, по крайней мере, в западных странах, они здесь спрос найдутся в любом случае. То есть это дело времени, да, Максим? Да, конечно. У нас рынок просто отстает на 10-15 лет и хотите сделать какой-то бизнес хороший, посмотрите, что он сделает на Западе и делайте у нас. Так, вот идея с отелем, как вам пришла в голову? Идея с отелем пришла в голову абсолютно случайно. Мы думали об открытии собственного бизнеса. Причем, извини, Максим, извини, об открытии собственного бизнеса, то есть неважно, да, в какой сфере? Да, конечно. И один из вариантов, это был отель для кошек. Соответственно, проанализировали рынок, посмотрели, что есть, посмотрели, там несколько сотен гостиниц, которые есть в разных странах, начиная от Австралии до США. И в итоге подумали сами, хорошо, сделали, вышли на рынок, попробовали. И получилось. И получилось. Здорово, Максим, это очень приятно. Я не сильно, сейчас скажу, я не сильно буду не прав, если скажу, что ваш отель единственный в России. Нет, вы будете абсолютно не правы. Отелей достаточно сейчас много и для кошек, и для собак. Причем, ну опять же, так как, когда мы вышли на рынок, мы просто задали хорошую планку качества этих отелков. Подождите, вы выходили, Максим, вы выходили на рынок, который не существовал, я правильно понимаю? Да, правильно, абсолютно. Рынка не было, было нечто, к чему было плохое отношение достаточно, в связи с наследием Советского Союза еще. Ну, это оно так и тянулось, эти услуги, качество услуг. И, соответственно, просто достаточно было сделать услугу хорошего качества, где можно не переживать особо за свою кошку, чтобы она содержалась в человеческих условиях. Максим, ну согласитесь, вот вы приходите на рынок, которого нет, то есть вы переоткрыватели, и по большому счету, да, от вас зависит та самая планка, о которой вы правильно начали говорить. Вы могли бы просто, да, я не знаю, там, ну, условно говорю, не хочу никого обидеть, в подвале найти там пару свободных подвалов, там, наставить клеточек и сказать, это гостиница. Потому что других нету. Ну, вы посмотрели на Австралию, на Америку и ориентировались на них. Ну, мы же разговариваем во среднем классе, наверное, средний класс у нас видел больше, чем подвала. Согласен, согласен. Теперь вопрос, который меня до сих пор волнует, я хочу все-таки от вас услышать ответ. Смотрите, ну, отель, да, это место, где я, я сейчас о себе говорю, где я смогу переночевать, где я смогу провести какое-то время, а перемещаясь по миру, там, в командировки ли, на отдыхе ли, еще по каким-то, так сказать, необходимости. То есть это место, в котором я проведу время. Зачем кошке отель? Максим? Ну, кошке нужен отель, потому что вы перемещаетесь в это время по миру. Ах, так, так, давай, давай, давай. То есть я перемещаюсь с кошкой, да, в обычный отель нас вдвоем не помещаетесь. Нет, вы перемещаетесь без кошки. А, то есть чтобы не отдавать ее вот соседу Михаила, вы не слышали по телефону? Ну, конечно. Да, 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 сосед Михаил отдал своему соседу собачку на время отсутствия, и потом пришлось сделать ремонт во всем доме, сказал он. Да, а если кошки, то у них, после них последствий может быть больше, чем после собачки. Согласен. Ибо они двигаются в трехмерном пространстве. Да, да, да. Могу представить, да, что натворит кошка в отсутствии хозяина, тем более за некоторое продолжительное время. То есть еще раз, да, причина в этом. Я уезжаю из дома, мне не с кем оставить свою любимую, и я воспользуюсь вашими услугами. Да, причем причины могут быть самые разные. Вы можете, если там, не знаю, отдыхать, в командировку, в больницу. То есть разные причины абсолютно. Ну, то есть, да, чтобы не оставлять одну ее дома, да, я воспользуюсь отелем. Если у вас нет возможности просто, ну, оставить кошку дома, чтобы к ней кто-то приходил, это самый лучший вариант, и мы его, в принципе, приветствуем, что это самый хороший вариант. Если вы найдете кого-то, кто будет приходить к вам домой, кормить кошку, убирать ее, это для кошки самое, ну, самое низкое стрессовое состояние. Ну, да, то есть она из дома не выходит, что называется, да, и не нужно в новой действительности себя там каким-то образом адаптировать. Да, а вот если такой возможности нет, то гостиница это лучший вариант. Я понял. Ну, и теперь вопрос резонный. Насколько популярностью в нашей стране пользуется подобная услуга? Ну, скажем так, что рынок сформирован полностью в Москве. Ну, вот тоже так, звучит это так пафосно. Сколько, как говорят в таких случаях, игроков, да, вы можете, ну, достойных... Ну, я думаю, что порядка 50-60. А-а, ну, это серьезно. Я думал 2-3... Да, в Москве рынок как бы уже сформирован, поделен и все такое. Вот, в регионах это... То есть, если, допустим, в городе там с населением, я думаю, 200 тысяч человек открывать гостиницу, можно смело, она будет существовать и не прогарить. Да. Если она там будет одна, максимум 2. То есть и в регионе эта услуга тоже может быть востребована? Да, конечно. Хорошо, Максим, огромное вам спасибо, успехов вам в вашем нелегком труде. Всего доброго, до свидания. Значит, я напомню, на связи по телефону с нами был Максим Кива, основатель отеля для кошек Cats Dream. Ты вообще сталкивался когда-нибудь с отелями? Да, сталкивались, знакомились на выставках с такими ребятами. Ну, и нужно им отдать должное, уважение за то, что они делают. Потому что это, опять же, тот же уход за нашими любимыми животными. Ну да, я просто опять вот пытаюсь некий мотив найти, ведь гораздо проще, тем более, это стоит денег все-таки наверняка, да? Ну, ваш ремонт дома и здоровье кошек, я думаю, дешевле обойдутся. Да, ты берешь крайние варианты уже. Ну, может быть, не все домашние животные такие невоздержанные, как тот, о котором ты рассказал. Ну, все равно же, грустит животное бесконечно. Ну, это да, это да, это его можно понять. Ну что ж, и вот в продолжении нашего разговора я все-таки набрался смелости. Еще раз повторю, я думаю, что это естественно, немножко мы, так сказать, да, о печальном поговорим. Это естественно, что под услугами, да, связанными с домашними животными, подразумеваются и некие услуги по захоронению и кремации. Да, по ритуалу, давай так вот. По ритуалу, да, это звучит более мягко. Что происходит здесь? На самом деле есть люди, которые занимаются кремированием. Их достаточное количество вполне. Они предоставляют также и видеозаписи с этими моментами, чтобы вы не сказали, что полено спалили. Есть те же горшочки, то есть, если человек совсем уж привык к своему животному, он спокойно себе отдает на кремирование, и вам возвращают это в горшочки, как положено. Ну, то есть, опять-таки, мы говорим о неком цивилизованном рынке, во-первых, да? И эта услуга тоже востребована, потому что, да, потому что. Да, потому что, к сожалению, нет у нас кладбищ для домашних животных. Вот, 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 потому что, да, я, опять-таки, вспоминаю и своих знакомых, которые, как говорят, да, любят живот, кошатники там, да, собачатники. Вот это вообще, это стресс, особенно для ребенка маленького. И действительно, что делать? Это даже стресс не только для ребенка, для всей семьи. Для всей семьи, да. Тем более, это долгие-долгие годы провели вместе, естественно, это уже стал членом семьи, понятно. В этом случае вызывается ветеринарный врач на дом. Он приезжает, усыпляет животное безболезненным для него образом и вывозит его на кремирование. Я понял. Хорошо. Так, значит, давай мы, я один вопрос еще успею задать, потом мы опять послушаем новости и продолжим наш разговор. Значит, надо поговорить о том, что ты, ну, как представитель этого бизнеса, да, как игрок на этом рынке, такой есть у нас замечательный термин, что ты думаешь по поводу перспективов развития? Я опять скажу, с какой точки зрения мы об этом сейчас с тобой поговорим. Понятно, что, да, будет больше кошечек, будет меньше кошечек, не суть важна. Главное, что будут ли востребованы вот эти, ну, мягко я скажу, не обижайся только, эти вещи, хотя уже не скажу, давай, сейчас слушаем новости, а потом я продолжаю задавать вопросы. Ну что ж, друзья, мы продолжаем наш эфир, бизнес-классный Финам. Меня зовут Олег Дмитриев, со мной в студии сегодня Михаил Мелехов, соучредитель и заместитель генерального директора компании «Флюк» по телефону. Некоторое время назад с нами был Максим Кива, основатель отеля, отеля для кошек, РИЦ, шутка, основатель отеля для кожи «Кэтс Дрим». И, собственно, разговариваем мы сегодня о том, как чувствуют себя наши домашние питомцы, что мы можем предложить им, чтобы они не ощущали себя зверем, не ощущали себя. А именно были домашними животными, друзьями, соратниками, близкими, в конце концов. Что может предложить рынок с точки зрения товаров и услуг для животных? Как оказалось, рынок, ну, огромный. Я понимаю, что он не очень сейчас, ну, активен, распространен, не очень пользуется популярностью, да, эти услуги в России, может быть. Но сам рынок-то огромный, да, то есть огромное количество товаров и услуг от и до, что называется, да, пожалуйста, от рождения и до самого вот этого момента. Так вот, давай говорить о перспективах. Мы будем говорить о том, что на дворе, слава богу, 2012 год. Ну, в самом деле, это неплохо, да, и даже близость некого конца света тоже в данной ситуации не актуальна. Сложность вот в чем. 2012 год, как показывают некие экономические выкладки, он такой все-таки сложноватый. Сложноватый с точки зрения, да, вот элементарного присутствия, я не знаю, там, элементарного уверенности в завтрашние дни, вот так я скажу, с точки зрения обывателя. Уверен в завтрашние дни. Потому что там кризис, там рецессия, там еще что-то, там еще, все, естественно, на нас это отразит, это нормально. И вдруг мы говорим о том, что, да, рынок, услуг, товар, услуг для животных подразумевает, да, и вот я начинаю перечислять твои, прежде всего, да, прибамбасы. Это, значит, аксуары для кошечек-собачек, это, значит, шапочки, галошики, да, сапожки, там, от кутюр, вот, и прочее. Ну, как ты смотришь в будущее, если, действительно, да, ситуация такая, что, ну, народ будет рассуждать, наверное, я буду экономить на своей кошечке, потому что у меня есть более важные какие-то проблемы, нет? Ну, вот, опять же, он будет экономить, да, и покупать эконом-варианты тех же лежанок, тех же сумок, той же одежды. Нет, он сделает так, вот как в детстве делают, берешь картонную коробку, вот, туда ватки-ватки-ватки положил, ну, сейчас ватки нет, я так понимаю, сейчас есть какие-то другие, наверное, литеративы. И все, им милости просим, Муся дорогая, вот раньше ты, конечно, спала на Дольче Габбана, там, да, от Кардена у тебя была лежанка, а теперь извини, вот, пришлось нам немножко урезаться с тобой в тратах. Ну, она поймет, я думаю. Не факт. Не факт, что она поцарапает меня, да? Нет, если говорить о кошках, то, да, на них возможна экономия, если на собаках, то в любом случае вы вынуждены будете что-то покупать. В любом случае нужны какие-то защитные костюмы, да, опять, те же переноски в руках, вы же не будете носить собаку в руках под дождем. В любом случае. Кстати, вот за эфиром мы говорили, да, я опять попытался смоделировать ситуацию, когда действительно, да, возможность затянуть пояс отразится на моем домашнем любимстве. Ну, в частности, вместо того, чтобы купить какой-то корм, да, известной марки, я сосисочек отварил, рыбки там почистил и, типа, и ешь. Ну, Миша мне вот возразил. Как ты мне возразил? Я сказал, что иногда сосиски выйдут дороже, чем пить. Вот, неожиданно, честно говоря. Я потому что думал, что все это, вот то, что, да, в специальных магазинах, это денег стоит. Ну, просто у меня давно нет домашних животных. Это стоит денег, безусловно, да, но если брать из расчета приготовление, да, пищи для собаки, то в любом случае вам будет дешевле и проще приобрести корм. То есть в этом случае, я правильно понимаю, да, не нужно особенно вот таким образом, да, реагировать на внешние факторы, чтобы сразу же, да, исключить какие-то важные вещи из жизни своего любимца. Конечно, ну и кроме того, эти корма содержат некие витамины, которые помогают существовать. Опять-таки, да, то есть придется покупать им отдельно набор витаминов еще, да. Так что как бы вы не хотели кормить собачку, сосиской будете кормить кормом. И это будет правильно. И главное, что я все-таки, наверное, с Мишей соглашусь, это будет дешевле. На круг это будет дешевле. И не надо заморачивать просто. Давай послушаем вопрос. У нас есть звонок, и на связи с нами Юрий. Юрий, добрый вечер, вы в эфире, говорите. Добрый вечер. По роду работы, перед тем кризисом, я был как-то у одного дистрибьютора товаров для животных, очень известный, там поставляет кучу-кучу всего. И видел у них в ассортименте, значит, не поверите, опилки для грызунов из красного дерева. Вау. Ну это для гурманов, для гурманов ведь. После кризиса опилки пропали, остались простые сосновые. Но тогда я спрашивал у менеджера, а с чем, говорю, связанные? Для кого? Ну, понимаешь, у всех детей, у детей с разными, семей с разными доставками, и бывают грузуны дома. Понимаешь, вот есть люди, которые говорят, как же так? У моего ребенка, там, бриллиантовая, там, клеточка и прочее, а он будет простые сосновые опилочки ходить. Вот для них по 500 рублей за, там, не помню, пакетик, когда 100 рублей стоили простые, эти по 500 они продавали. Гениально, гениально, гениально. Ну это, Юрий, Юрий, смотрите, вот это, опять, с чем связать, да? Это пресловутая ментальность отечественная, как вы думаете? Ну, я думаю, да, понты. Да-да-да, понты превыше всего, да? Сам по себе хочу сказать, что я тоже, у меня есть кошечка, значит, я вот как могу пытаюсь по возможности экономить... На себе, на себе. Не, не на себе, конечно. На ней. Да, ну вот я в этой организации иногда все-таки бываю, и хочу сказать следующее, что вот они рассуждают следующее, что последнее, на чем будет экономить человек, это на продуктах питания для себя. Для себя, да. А предпоследнее, это будет для души, для своих любимцев. Поэтому их бизнес, как они считают, еще никакой кризис сильно не страшен. Брендовых, супердорогих, они перейдут на бюджетные, на отечественные продукты и товары. И как бы вот последний... Да. Спасибо, Юра. Спасибо вам за вопрос, спасибо за ваш звонок. Спасибо. У нас, кстати, есть возможность, смотри, вспомнить. Ведь восьмой год, да, вот примерно... Я сейчас не совсем, может быть, о сегодняшней теме, но, по крайней мере, вот что наблюдалось, да. То есть сегмент, ну так, как он называется, да, премиум-сегмент. Он терял обороты, а те, кто в премиуме ходил до кризиса, они аккуратненько на следующую ступеньку ниже и продолжали. То есть они по объему, да, как бы ты себя не ограничиваешь. Если ты ел столько, условно говоря, ты столько ешь. Но раньше ты тратил на это столько денег, потому что там, да, вот в этом, в понтовом магазине ты отоварился. А теперь ты немножко свои аппетиты, оп, и пошел за тем же самым, но уже... Вот такая история наблюдается на вашем рынке? Да, конечно, наблюдается. Сейчас, я повторю, что у нас полный спектр, начиная от эконом-среднего и премиум-класса. То есть вы изначально, да, все-таки, опять-таки, на разный уровень потребления? Изначально мы были сориентированы, конечно, на премиум-класс, да. А потом постепенно уже внедрили и средний, и эконом-класс. А вот чем отличается? Ну, условно говоря, давай, какой-нибудь стандартный аксессуар, чем отличается? Вот для премиум, для бизнеса, или как он называется, для среднего? Премиум-класс, допустим, если взять ту же лежанку, она исполнена из турецкого велюра, и, как ни странно, из русского холофайбера, китайским принципиально они пользуются. А что такое холофайбер? Холофайбер — это утеплитель. В подушках вы можете тоже там же наблюдать, там не заводятся насекомые клещи, да, соответственно. Это используется в премиум-классе. Если говорить о эконом-варианте лежанки, да, там используется поролон, да, и вместо велюра, как правило, это либо бязь, либо фланель. То есть это более дешевые ткани просто. Ну, а по дизайну это может быть, да, очень... По дизайну может быть, в принципе, похожим, да, но... Без неких изысков просто, да? Кстати, вот Юра когда звонил нам сейчас, да, он такой пример-то привел из жизни, да, вот есть грызуны, да, но, условно говоря, грызун, живущий в семье с хорошим достатком, да, должен пользоваться опилками красного дерева, да? Ну, у нас раньше, у нас очень часто спрашивали свадебные наряды, сейчас почему-то это ушло куда-то назад. Свадебные наряды? Да, у нас были свадебные наряды с кристаллами Сваровские. Подожди, свадебные наряды для кого? Для собак. Бог мой. Было все, поймите. Подожди, раньше тогда, это до... До 2008 года. А, то есть ты достаточно давно уже, да, на рынке? Мы семь лет уже на рынке, да, расширились два года назад просто. Не, я сразу могу предложить еще одну, ну, наверное, она не будет революционной, но, тем не менее, услуга для наших... Свадебные салоны уже есть. Во, 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 там какой-то... Они уже существуют. Свадебное торжество. Они уже существуют. Какая прелесть. Друзья мои, вот, собственно, видите, какую картину мы с вами нарисовали. Завести кошечку и собачку, это вещь, может быть, и простая внешне, но это вещь, требующая определенных... Определенного внимания. Внимания, да, ответственность, обязательность, тем более, что, опять-таки, если говорить о рынке в целом, то он насыщен разнообразным количеством услуг, насколько они востребованы, это другое, да, здесь мы можем говорить и о ментальности, говорить и о малой популяризации. Кстати, вот с точки зрения популяризации, на что бы ты обратил внимание, каким образом вообще надо, ну, что называется, культура в массы, культура обращений с животным в массы двигать, каким образом? Сложно сказать? Сложно, очень сложно сказать. Ну, я не знаю, рекламную компанию какую-то по телевидению затеять и сказать. Я думаю, что это все совершенно бесполезные рекламные компании, да. Это нужно воспитывать, наверное, уже с человеческого возраста, с маленького возраста. Прививать детям, что за ними нужно следить, за ними нужен уход, нужно внимание для животных. Ну, то есть все-таки проблема именно в этом, да, именно в отношении? Да, очень многие люди, к сожалению, берут, попользуются, побалуются с собачкой и ее выбрасывают. Увы, увы, это очень печально. Вот, кстати, ну, уже, давайте, под занавес, да, Дмитрий задает вопрос. Кошка скорее будет спать в картонной коробке из подэлитной лежанки. Кто же их поймет? Что-то я не очень понял, честно говоря, как вы сформулировали этот вопрос, уважаемый Дмитрий. Ну, я так понимаю, что Дмитрий себе лежанку оставил, а коробочку передал кошке. Ну, в этом случае вы рискуете, Дмитрий, что кошка, да, через какое-то время, она затаится, во-первых, она может сразу вас, значит, не располосовать всего. Вот, но кошка, вы же знаете прекрасно, что это такой-то товарищ, который гуляет сам по себе. И, да, есть известный в отношении кошек афоризм, что кошка хозяйка, да, а ты, она, она, так сказать, решает, да, она решает, будешь ты ей близким человеком или нет. Ну, да ладно. Итак, друзья мои, я буду закругляться потихонечку. Прежде всего, представлю моего гостя сегодняшнего. Это Михаил Мелехов, соучредитель, заместитель генерального директора компании «Флюк». Мы сегодня говорили о бизнесе, о товарах и услугах для животных. И еще раз повторю, что, оказывается, этот спектр этих услуг достаточно широк. Другой вопрос, не совсем, он еще востребован. И главное, с чем я опять с Михаилом соглашусь, его сегодняшний тезис, все-таки культура поведения нашего с вами, культура обращения с животными, лежит все-таки в глубине, в душе, прежде всего. Любите животных, всего хорошего, спасибо за внимание.